Валерий Седов С уважением к памяти предков В селе Петровичи реконструировали обелиск с именами павших в годы Великой Отечественной После покрова, чем известен этот знаменательный день В педагогическом сквере Рязани установили скульптурную композицию В знак уважения к педагогам и в благодарность за их труд Губернатор Павел Малков на открытии заявил, что этот бронзовый ансамбль авторы пытались сделать с душой Поэтому получилась душевная история Скульптурная композиция в педагогическом сквере в год педагога и наставника получилась по-настоящему символичной Место установки определили в ходе общественного голосования на портале госуслуги По словам губернатора, работе уделялось большое внимание Проводилось многократное обсуждение В общем, стремились сделать с душой При этом памятник учителю – часть первого этапа реконструкции сквера В следующем году работы здесь будут продолжены Мы не раз говорили о том, что всегда нужен комплексный подход Поэтому, конечно, этот сквер будет и дальше благоустраиваться Приведем в порядок и все фасады, и окружающие знания И в целом сделаем хороший сквер Появится еще одно такое хорошее место для отдыха горожан и для гостей нашего города Еще раз хочу выразить огромную благодарность всем учителям Я прекрасно помню всех своих учителей Еще раз хочу сказать, что мои родители, оба преподаватели Я знаю не понаслышке, насколько это тяжелый, но при этом благодарный труд Сам памятник представляет собой стопку книг, на которых сидят пеликаны Символ педагогики, а поодаль стоит учительница, наблюдающая за птицами-учениками Свои истоки этот образ берет из христианства Где образ пеликана отображает милосердие, самопожертвование и родительскую любовь И, кстати, победителям всероссийского конкурса «Учитель года» Обычно тоже вручают фигурки пеликана Рязанские лауреаты перед открытием композиции цитировали Пушкина Что нужно для развития? Умная книга и мудрый собеседник Книги здесь Символ жертвенности, служения пеликан Мы сейчас увидим эту скульптуру И, конечно, учитель, который хочет служить детству, образованию России Для полного понимания задумки, по словам скульптора Олега Седова, композицию нужно осматривать со всех сторон Здесь есть даже сюжет со строгой учительницей и нерадивым учеником, который пытается сбежать с урока Остальные же стремятся к знаниям Тема сегодня самая актуальная Еще один памятник солдатам, погибшим во время Великой Отечественной, установили в селе Петровичи Несмотря на дождь, мероприятие все равно состоялось Стоит отметить, что обелиск на этом месте когда-то уже был Но простоял он больше полувека, и поэтому нуждался в реконструкции Но сегодня скорее на глазах жителей слезы радости, а не печали Ведь в их селе открылся памятник с именами земляков, погибших во времена Великой Отечественной Новый обелиск в Петровичах появился благодаря компании «Резур» Проект реализовали буквально за несколько месяцев Этот обелиск был построен в 1972 году прежний И поэтому уже более 50 лет и жители обращались ко мне не единожды Потому что создавались сложности, трудности в покраске, содержании его Он был высотой более 10 метров Я хочу сказать, что это все на денежные средства спонсора, нашего замечательного спонсора Компания «Резур» – организатор и спонсор многих социальных проектов Сотрудники ежегодно участвуют в проведении праздников и концертов общегородского и областного масштаба «Резур» также проводит семейные, спортивные и патриотические мероприятия Когда жители села Петровича обратились к спонсорам с просьбой помочь в возведении нового обелиска памяти погибших воинов «Резур» откликнулся сразу Жители все очень рады, потому что данный обелиск, вы видите, он находится на возвышенности Он всех радует Я думаю, 9 мая мы будем видеть в несколько раз жителей здесь по количеству больше Будем праздновать, будем передавать подрастающему поколению, какая была Великая Отечественная война Чтобы мы все об этом помнили Стихи о войне, полевая кухня, живая музыка Несмотря на дождливую погоду, атмосфера на открытии стояла теплая и душевная Местные жители и гости возлагали цветы, а также вспоминали о тех, благодаря чьему подвигу живут сейчас Теперь эта площадка станет своеобразным культурным и патриотическим центром села, считают спонсоры проекта Компания «Резур» – социально ориентированная компания, объединяет в себе коллектив единомышленников Открывая памятник, мы решили тем самым сделать вклад в память о подвиге, совершенном нашими предками Компания потратила определенный ресурс, и эмоциональный, и материальный, на создание этого обелиска И, соответственно, мы будем курировать его состояние в будущем Произойдет озеленение по весне дальнейшее Соответственно, вокруг инфраструктуры тоже уже есть замыслы, какие-то моменты будем улучшать В команду «Резур» постоянно требуются новые специалисты Реализация потенциала в сплоченном коллективе профессионалов, карьерный рост и высокая заработная плата Вот главные приоритеты работы в этой компании Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город» На территории Рязанского агроуниверситета прошла пожарно-тактическая тренировка Где проверили уровень подготовки руководства к тушению пожара И взаимодействуя всех спецслужб во время возникновения ЧАЭС Прямо во время занятий из здания агроуниверситета большим потоком выходят студенты Объявлена всеобщая эвакуация К вузу прибывают боевые экипажи противопожарной службы и другие оперативные подразделения По тактическому замыслу учений в результате аварийных режимов работы электрооборудования На втором этаже в зрительном зале университета происходят условные загорания мебели Деревянного пола и элементов горючей отделки помещения За дело берутся профи Поиск и спасение пострадавших – основная цель боевых расчетов Пожару присвоен второй повышенный ранг сложности, на месте развернут оперативный штаб пожаротушения Ситуацию на месте контролирует лично начальник главного управления МЧС России Паризанской области Алексей Жуков После успешного спасения всех условных пострадавших появляется новая водная В задымленном здании потерялось звено пожарных, которым нужна помощь На поиски товарищей были брошены все силы, через несколько секунд пожарные найдены и выведены на свежий воздух В пожарно-тактическом учении было задействовано 14 единиц техники и 40 человек личного состава В Рязанской области сотрудниками полиции пресечена торговля немаркированным алкоголем и сигаретами Произошло это в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий Работали оперуполномоченные группы экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России Шацкий Это самый настоящий черный рынок Шацкого района В каком-то гараже рядом с велосипедами и тачками лежат в коробках табачные изделия Иначе их полицейский и не называют Пачки хоть и известных брендов, акцизной марки нет нигде По предварительной информации, мужчина реализовывал жителям Шацкого района Немаркированные табачные изделия и алкогольную продукцию, водку Произведенные в странах ближнего зарубежья А также сбывал спиртосодержащую жидкость К нему обращались граждане с предзаказом на покупку некоторого количества спиртосодержащей жидкости Горячительный разливал здесь же, вот из этих 5 и 10 литровых канистр Все в небольшие бутылочки и на продажу Естественно, из-под полы Задержали его с поличным Полицейские организовали проверочную закупку И на территории приусадебного участка нашли, округляем и считаем Больше 2,5 тысяч бутылок с водкой 95 10 литровых канистр и 4 5 литровых емкости спиртосодержащей жидкости А также больше 44 тысяч пачек сигарет Суммарно товаров почти на 6 миллионов рублей Следователями возбуждено сразу несколько уголовных дел Незаконные производства и обороты тилового спирта и хранения А также приобретение, хранение и привозка Избыт товаров и продукции без маркировки В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы поступления безакцизного алкоголя и немаркированной табачной продукции Конкурс чтецов духовной прозы и поэзии Покровские вечера в 15 раз собрал рязанских ценителей лирики Конкурс был посвящен празднику Покрова Пресвятой Богородицы и 128 годовщине со дня рождения Сергея Есенина 12 октября на сцене театра «Переход» выступили 40 финалистов Откуда ты знаешь, смеющийся ныне, что будет с тобой на развилках судьбы? Смеяться легко, пока Бог дает силу и терпит смиренно твои кулаки Стихи о любви, разлуке, счастье и поле Все это слилось воедино на конкурсе духовной прозы и поэзии Покровские вечера Здесь на сцене театра «Переход» собрались только лучшие из лучших чтецов В этом году заявок было много, при том как из Рязани и области, так и из других регионов страны В итоге выбрали всего 40 участников В 15 конкурсе Покровские вечера впервые приняли участие учащиеся Рязанской православной духовной семинарии С вечера поссорились супруги, говорили много резких слов С гречами поняли друг друга, напрочь позабыли про любовь Стих Эдуарда Осадова чтец Дмитрий Семенов выбрал не случайно Говорит, здесь тесно переплетены темы любви и гордости В конкурсе этом он участвует впервые Проповедь священника заключается не только в том, чтобы говорить имя Бога Ведь можно говорить о Боге, не называя его имени И вот это, можно сказать, своеобразная миссия Прочитать какое-нибудь духовное стихотворение или духовную прозу Потому что много писателей затрагивали разные духовные аспекты в своем творчестве Главное на конкурсе, говорят организаторы, это расширение и географии участников, и репертуара Если раньше упор был на классиков, то теперь приветствуются даже и авторские стихи Самое главное, это возможность высказаться Человек приходит на конкурс Покровские вечера, чтобы рассказать о том, о чем болит его душа О том, о чем он не мог бы поговорить обычными словами, предложениями И даже в СМС где-то, и в социальных сетях А здесь, через поэтический текст, он как раз передает то, о чем думает Первый подобный конкурс прошел 15 лет назад, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы В этом году дата совпала и со 128-й годовщиной со дня рождения Сергея Есенина С каждым годом количество участников растет Организаторы надеются, что и в будущем конкурс будет собирать талантливых людей со всех регионов страны Каждый год 14 октября отмечается большой церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы Наверняка многие в нашей стране слышали и знают про Покров Ведь храмов и деревень, районов и городов, названных в честь этого осеннего праздника, в России огромное количество Чему же посвящен так любимый среди верующих праздник Покров, разберемся в следующем сюжете На Руси праздник был введен осенью 1164 года, когда великий князь Андрей Боголюбский повелел праздновать Покров день по всей русской земле Сказывают летописцы, что во время военного похода отдыхал князь в шатре и по обыкновению своему читал древние предания Его взволновало описание чудесного видения, которое произошло в начале 10 века Праздник Покрова Пресвятой Богородицы является, по сути, своим воспоминанием о событии, которое произошло во Влахернском храме По всей видимости, в момент борьбы Византийской империи с сарацинами-мусульманами В храме ночью, во время всеночного бдения, чудесным образом явилась Пресвятая Богородица Увидеть которую было дано далеко не всем Увидел ее прежде всего святой Андрей и его ученик святой Епифаний Божия Матерь сняла со своей головы амафор и простерла его над молящимися в храме, таким образом даровав свою молитвенную защиту В честь введенного в святцы праздника в том же веке появилась каменная церковь Покрова на Нерли Она и по сей день радует сердце всякого человека, взирающего на эту наполовину земной, наполовину небесный храм Величественные и скромные, воздушные и монументальные Сотни церквей во имя Покрова Пресвятой Богородицы раскинулись на бескрайних просторах России Особенные иконы посвящены празднику Стоит отметить, что традиция изображения Покрова в иконографии появилась именно на Руси Существует два подхода к изображению этого чуда – новгородский и суздальский В Рязанском художественном музее можно увидеть, чем они отличаются Иконы новгородского круга или, скажем так, тяготеющие к новгородской иконописи Отличаются особенной свободой, декоративностью Иногда подчеркнута народной трактовкой образа Амафор держит ангела над головой у Пресвятой Богородицы Сама она застыла в позе оранты Одном из самых древних вообще изображений Не только Богородицы, но и в принципе человеческой души, предстающей перед Богом В то время как суздальский извод Покрова Пресвятой Богородицы Как правило, включает в себя изображение Пресвятой Девы Которая держит Амафор в своих руках Еще 100-200 лет назад люди мерили события года и жизнь На до Покрова и после Покрова К этому дню заканчивалась жатва, хлеб убирался в закрома Начиналась пора осенних ярмарок, свадеб и отдохновения от трудов праведных Значит впереди что-то новое, дарящее надежду на перемены к лучшему в жизни каждого человека Мы должны всегда обращать наш взор к первоисточнику Потому что Покров Божией Матери является нашим покровителем И у каждого из нас, но и всей нашей страны Особенно в эти дни, когда нашу страну, весь мир охватило непростое время На Покров 14 октября, как правило, нет поста А когда этот день попадает на постную среду или пятницу, разрешается послабление в виде рыбы Если же говорить о народных традициях праздника То этот день символизировал окончание сельскохозяйственных работ и начало сезона свадеб Замечено, что часто в этот день выпадает первый снег Хотя в этом году погода стоит на удивление теплая В пятницу приходит пастурная погода с похолоданием Температура днем плюс 11 градусов Ночью опустят туда плюс 5 градусов После обеда и до вечера ожидаются осадки Суббота еще прохладнее Днем до плюс 9, ночью плюс 5 градусов А в воскресенье днем плюс 8 градусов Ночью плюс 3 В конце недели возможно появление первых снежинок Белый снежный покров на земле имеет к празднику отношение второсипенное Ведь по церковному покров это покровительство Заступничество Девы Марии за всех перед Господом Ее готовность прийти на помощь в любых обстоятельствах Даже самых безысходных Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов Телекомпания Город Это были все новости на данный момент Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv И в группе в социальных сетях А на этом я с вами прощаюсь Хорошего вам вечера и спокойных новостей До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова